Вопросы агропромышленного сектора стали сегодня предметом обсуждения в Алматинском областном филиале партии Нур-Отан. Самая злободневная тема – пастбищные угодья. Выпас скота должен быть упорядочен, поскольку бесконтрольный и беспорядочный выпуск попросту вытаптывается и теряет ценность. Совещание проходило с участием жилисмена Жиксембая Дюсебаева, рассказывает Антон Хатиновский. Вопрос действительно актуальный и требует детального рассмотрения с участием представителей партии Нур-Отан. Казахстан занимает пятое место в мире по количеству пастбищных угодий, а это 180 миллионов гектаров, большая часть из которых находится в Алматинской области. Однако эта территория постепенно уменьшается. По республике образована комиссия агросектор при Нур-Отане, в республиканском. И я как раз являюсь этой комиссией председателем, где рассматривается именно развитие агропромышленного комплекса нашей страны. Мы сегодня проблемные вопросы ставим, как у нас рационально используется пастбищное угодье. Дело в том, что два года тому назад вышел закон о пастбищах и как она сегодня исполняется в регионе Алматинской области. Проблемных вопросов в сельском хозяйстве хватает на сегодняшний день. Какие поднимутся, то и будем разбирать. Наибольший урон пастбищным территориям наносит бесконтрольный выпас скота частными лицами. В большинстве случаев скот пасется внутри или в непосредственной близости к населенному пункту. Зачастую эти земли уже в ведении каких-либо поливодческих или производственных хозяйств. И скот порой наносит им ущерб. Тем более, что законом не регламентировано количество скотопоголовья на каждый двор. Нужен закон о подворном хозяйстве. Почему? Потому что сегодня те выпаса, которые есть, они деградируются. И не пополняются за счет того, что даже если делать культурные пастбища, это не решит вопрос. Почему? Потому что на сегодняшний день не регламентировано количество скота, которые должны содержать в каждом подворье. Здесь нужно применять во всех населенных пунктах, это создавать горты, те, которые будут уходить в горы, то есть на летнего паша, на джеляу. Это одно из вариантов спасения тех пастбищ, которые на сегодняшний день расположены вокруг населенных пунктов. Говорят сегодня животноводы и о популяризации профессии чебана, ведь сейчас профессионалов в этом деле мало. Работают они, как правило, без выходных и праздников, да и заработная плата их невысока. Поговорили сегодня и о посланиях президента страны народу, в каждом из которых ставятся задачи по развитию агропромышленного сектора. В нынешнем есть конкретный сигнал к действию. Выявленные проблемные вопросы в сельском хозяйстве и возможные пути их решения, которые были предложены во время проведенных встреч, депутаты намерены представить в правительстве. Все это в конечном итоге должно улучшить общее положение аграрии в страны. Антон Хатиновский, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ, Тады Курган.